Новая заправка будет расположена на участке земли по улице Некрасова, между улицами Муравьёва и Декабристов. Пока строительство находится в стадии проектных работ. КЗС будет примыкать два магазина, а сразу за ними и через улицу напротив находятся жилые дома. Школа номер три тоже неподалёку. Это всё вблизи наших домов непосредственно. Будет запах бензина, мы не сможем летом проветрить свои квартиры. Это может приносить опасность детям, которые двигаются в школу по дороге. По Декабристов вообще нет тротуаров, пешеходных дорожек. Дети идут по проезжей части. Жители пяти многоквартирных домов по улицам Некрасова, Муравьёва и Декабристов узнали о строительстве случайно. Сначала заметили, что геодезисты делают на участке какие-то замеры. Потом нашли в газете извещение о покупке этой земли по строительству АЗС. Сами они хотели бы видеть рядом с собой совсем другое строительство. Люди мечтают о спорткомплексе или хотя бы о детской площадке. Во-первых, и для жителей ближайших, для детей будет куда ходить. И школа будет рядом с спорткомплексом, на спорткомплекс давить. Это будет самое реальное. Это спорт, это спорт, это спорт, это спорт. Ну никак не АЗС. Жители этого микрорайона уже ходили во всевозможные инстанции. Письма и обращения за подписью 116 человек ушли губернатору края, главе Уссурийского округа, прокуратуру, распотребназор и другие структуры. Недовольные соседи будущей заправки обратились в общественную приемную партию «Единая Россия», где их выслушал председатель Думы Уссурийского округа. Мы не можем запретить, согласно закона, и воспрепятствовать развитию бизнеса, в том числе и вот этого вида, на территории нашего Уссурийского округа. Но мы, подождите, там это рынок. Чтобы разговаривать с застройщиком, нужны конкретные требования, претензии, то есть нужно это выразить в письменном виде. Разрешение на строительство АЗС пока не получено. Сначала необходимо завершить проектные работы и пройти госэкспертизу. Застройщиком участка является компания «Комплект-сервис». Ее руководство утверждает, что будущее АЗС будет отвечать всем современным требованиям безопасности и экологии. На сегодняшний день тот участок, насколько мы его осматривали в весенний период, представляет собой более экологическую проблему для города, чем это будет после строительства АЗС. Нами будут проведены работы по ливневой канализации, по сбору воды. На данном участке будут сделаны тротуары, пешеходные дорожки. На сегодняшний день строительство новой АЗС все еще под вопросом. Жители микрорайона готовят подробный протокол со своими претензиями, чтобы направить его к главе Уссурийского округа. Евгений Талов, Александр Анисимов, Игорь Антонов, Телемикс.